Шерим Надировой сегодня ввели первый компонент вакцины. Женщина работает педагогом дополнительного образования. Говорит, считает своим долгом сделать прививку и обезопасить тем самым не только себя, но и всех окружающих. В этом году мы выезжаем в профильную смену. Смена у нас творческая. Едем в лагерь золя. Так как мы будем работать вожатыми, пионервожатыми, я считаю, что каждый педагог должен, ну, долг такой выполнить, и у него ответственность идет сделать эту прививку. В 63-м регионе созданы все условия для того, чтобы людям было удобно проходить вакцинацию. Один из круглосуточных прививочных пунктов работает в Самарской городской больнице номер 4. Кабинет открылся в апреле этого года. Только в ночное время здесь привили свыше тысяч человек. И люди идут в любое для них удобное время, потому что график работы, какие-то жизненные ситуации, у всех разные. И могут прийти и в 2 часа ночи, и в 5 утра. Очень многие люди приезжают у нас перед работой наоборот, начиная с 6 утра до 8 утра. Для них это очень удобное время. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили более 411 тысяч жителей. Из них завершили вакцинацию более 332 тысяч человек. Продолжается вакцинация в больнице имени Пирогова. Здесь прививают как пациентов, которые находятся в стационаре, так и медперсонал. Елизавета Бекетова, врач-невролог, говорит, решила привиться, потому что на работе высок риск инфицирования. Каждый день медик сталкивается с огромным количеством пациентов. Прививку Елизавета перенесла хорошо. Я как медицинский работник абсолютно в этом уверена, что прививка окажет только благоприятные действия. Пункты вакцинации работают также в торговых центрах города. Маломобильных граждан по заявке прививают на дому. Прививка добровольная и бесплатная. Мэри Елчан, Николай Епифанов, События.